Всем привет, друзья! С вами Неломоб. Сегодня мы поиграем в игру под названием Night in the Woods. Подписчики называют эту игру про котика, которого выгнали. Котика, которого... Котик. Игра про котика, по сути. У которого вечно ломается тот компьютер, то есть что еще что-то. Итак, это котик. И мы закончили на том, что мы должны были отправляться на вечеринку. То есть мы поспать должны лечь, по идее. Давайте ляжем спать. Не спать, время веселиться. Нужно готовиться. Что значит нужно готовиться? Не спать, время веселиться, нужно готовиться. Ага, хорошо. Раз нужно готовиться, значит они меня ждут, по идее, внизу. Но могу ли я туда вниз спуститься? Вот надо по компьютеру поговорить со всеми ребятами и узнать, они уже приехали или нет. Так, смотрите, вот чат, чат, чат. Вот давайте поговорим с этим, допустим. Эй, не забудь про сегодняшнюю вечеринку. Не забыла. Тогда почему ты сидишь за ноутом? Скорее готовься. Боже, окей. Смайлики мне шлет. Лисинии смайлики. А кто тут? Омк, время тусить. Би, ты готова? Я готова, ты готова? Ох, возможно стоит приготовиться. Ага, возможно. В смысле, а дальше что? Тут не с кем больше разговаривать. Сообщение о рождении, проигрыватель, странный мусор. Понятно. Игра. В игру я не хочу. У-ху-ху-ху. Так, ну в короче, надо говорят мне все, чтобы я готовился. Каким образом котейку готовить к вечеринке? Надо подумать, поразмыслить, пораскинуть мозгами, как говорится. Так, Angry Birds Epic. Возможно, в нее тоже в скором времени поиграем. Готовиться. Что мы тут можем еще? Поспать за компьютер. О, зеркальце. Опа, мы же будем тут краситься что ли? А ну-ка. Так, вроде неплохо я выгляжу. Да, просто великолепно, я считаю. Так. Тут кракозябры. Перевод тут немножко хромает в этой игре. Тут непонятно. Непонятно. Так. Ок. Не делай этого с собой, Мэй. Не сегодня. Завтра ты сделаешь кучу приседаний. И научишься любить ужасные вещи, вроде морской капусты. И все будет отлично. Ты сможешь. Ты нравишься людям. Она начала себя, наверное, критиковать в зеркале, что она толстая там. Ха-ха-ха-ха. Это твой лучший шанс стать счастливой. Это обстановка, в которой всем ты уже нравишься. Но честно, они оставляют тебя в одиночестве. За исключением, когда доставляют еду. На это не значит, что надо прятаться в комнате. И сидеть в ожидании чуда. Именно так становятся отшельниками Мэй. И они помирают в одиночестве посреди зимы. В ожидании пиццы от друзей, которых они не хотят видеть. Какая разница, будет ли там Коул. Козел. А Коул, это, видимо, какой-то парень. Там, который, может, кошак какой-то, который ей нравится. Хм. Та фотка под тем цветочным декором на двери. Скорее, немедленный... Не медленный танец, а медленное стояние. Никаких прикасаний, никаких поцелуев. Я так рада, что больше не подросток. Вау. Почему-то перевод хромает так обидно. Не понимаю, что они говорят. Ты умеешь красиво говорить. Ты льстец. Она, короче, сама с собой разговаривает, что ли? Правда? Просто потрясающе. Это правда? Что ж, увидимся позже. Ладно, хорошо, звучит нормально. Никто не докажет, что ты ненормальная. Ну и все. Ну и все кажутся нормальными в темноте. Вполне уверена, что так и работает... Поняли, да? Что-то было написано. Это безнадежно. Вынесите меня на обочину вместо мусора, говорит. Мэй, ты что такое говоришь? Блин, они же будут здесь минута на минуту. Удачи, малая. Все. Она сама с собой поговорила, как будто приготовилась, да? Зе пати. Следующая глава называется вечеринка. Пати это вечеринка, чтобы вы знали. Так, мы едем в машине. Едем в машине. Что тут у нас происходит? Эй, Мэй, думаю, колл тоже придет сегодня. Подкалывает ее. У нас с коллом, видимо, были какие-то... Какие-то там штуковины. Да, знаю. Блин, извини. Мне плевать, если он придет. Да, он может и не придет. Вот, будем надеяться на это или не будем. Я даже не знаю, о чем мы говорим. Мэй и колл встречались на первом курсе. Вы поняли, что о них происходило? У них была какая-то любовь? Да. И ничего хорошего из этого не вышло. Так что хватит об этом говорить. Согласна. На первом курсе они встречались, у них ничего не получилось в отношениях. Видимо, они разошлись. Но как-то продолжают ребята обсуждать ихние отношения до сих пор. Так, лисенок Тейлз. Я это видел еще в Фейсбуке. Ого, лисенок Тейлз. А-г-х. Так, это я сказанул. Это было ужасно. Ненавижу пиво. Уже и не помню, когда в последний раз пила пиво. Пиво не нужно пить. Нужно пить как меломок. Чай. Ха-ха. Не самый вкусный напиток. Так, пиво мы напились и мы уже пьяненькие. Не уверена, стоит ли мне снова пить. Понял. Понял. Костерз, гляньте, как красиво. Костерз, кто это такой? О боже, это... Кто это? Ребята играют. Опа, я на пенек запрыгнул. И что это дало мне? На пенек запрыгнул. Ладно. А мы можем пенька куда-то посмотреть? А мы просто можем на него как бы сесть. Но это по сути ничего мне не дает. Мы можем побеседовать с нашими ребятами. Чего? Ничего. Чего? Ничего. Клевая вечеринка. Угу. Так. Тут кто-то сидит, смотрите, на веточках и разговаривает. Интересно. Мы сейчас как будто на вечеринке возле большого костра. И мы уже на сербе лиспиво. Так кто это такой? Это тот, который... Мой лисенок, мой друг. И тот, который мне чинил компьютер. Который мне дал флешку с антивирусом. Здорово, парни. Ты видела кол здесь? О боже. Ты в порядке? Да, абсолютно. Ты поговоришь с ним? Ммм. Может попозже. Эй, чел. Ты уверен на Мэй? Да. Че тут вообще может меня бесить? Ну, ты про это потом даже песню написала. Помнишь? Как она там называлась? Эээ. Пойди и сдохни, ангельская личика. Это она посвятила песню такую своему бывшему парню. Ох. Мы не будем говорить об этой песне. Ха-ха. Вы можете поверить, что этот тип играет на гитаре? Ага. Играет дерьмовые хиты. А мне нравится эта песня. Она дерьмовая? Не. Не, не переживай, здоровяк. Так. На каждой вечеринке найдется мудак. Не представляешь, как ты прав, Грег. Я в школе. И еще в школе у тебя был под боком мажорчик, который зависал на лужайке, пытаясь выглядеть ранимым. Почему это дерьмовая песня? Так это он играет на гитаре? Мой возлюбленный? Бум, посидим, посидим. Это мой, то есть как возлюбленный? Это, получается, бывший парень этой девочки Мэй. Так, сюда мы пойти не можем. А на дерево запрыгнуть тоже не можем. Побеседовали мы вроде бы... Опа. Что здесь сейчас произойдет? О боже, это... Может, не следует еще выпить? Это... Это он? Так он играет на гитаре. Стоп. Еще выпить? Еще выпить надо. Смелости не хватает. Часто как напьется, Мэй. Так, вздыхает. Думаю, пиво одно из тех омерзительных занятий, которыми увлекаются взрослые. Типа, как платить налоги и делать детей. Не уверена, стоит ли мне снова пить. То есть мы снова немножко выпили. Ой, чего? Ты такая брюзга? Ты в курсе? Видимо, нет. Как грубо. То есть мы немножко выпили пивка и мы стали намного смелее. Туда мы идти не можем. Сейчас мы напьемся и сможем уже беседовать с ними всеми по-другому. Сколько еще планируешь здесь тусить? Мэй, ты чего? Мы приехали сюда минут 10 назад. Ох. Ты что? Сколько банок пива ты выпила? Две. Тормозни. Ты тощая. Ну да, я тощая и меня очень сильно... Вот так, мы сможем сейчас с ним поговорить. Нет, давайте сначала с ним не будем говорить. Сначала поговорим с нашими друзьями. Что мы им скажем? Агг. Проблемы? Иногда я думаю, что просто не люблю людей. Да, чел, пошли всех в одно место. Ага, в одно место. Боже, кому-то уже давно пора было это сделать. Давно никто не посылал весь мир к черту, говорит. Чертовский мир, да. Ну, такие-то диалоги, конечно, интересные. Народ, вы что-нибудь слышали? Например, что-то там в глубине леса. А, ну да. Двое лижутся на камне за нами. Это наверняка не очень удобно. Кого волнует комфорт, когда ты лижешься? Лучше бы и то, и другое было. Этот мир не елен, Ангус. Кто там на камне лижется? Может, на ветке там? Ну, лижется, имеют в виду, что целуются. Они там, похоже, от души развятся. Это уж точно. Вы сами, ребята, не хотите? Ну, там уединиться. Нет уж, бро. Зачем это? Ты это непристойные типы. А мы джентльмены. О, джентльмены. Начинаю чищать эти два пива. Да, обычно я почти не пью. Один раз пиво пила до этого. Ха-ха-ха-ха-ха. И тут же выплюнула. Мэй, если ты не пьющая, будь поосторожней. Да ты чё, нормально всё. Окей, мы проследим за тобой. Как ястребы за добычей. Ястребы на сетке. Ястребы на сетке. Спасибо, ребят. Что ещё скажете? Ага, они всё ещё лижутся. Целуются. Так, сейчас мы... Опа, тут мы уже были. С этим мы ещё не разговаривали. А ну-ка, привет! Мэй, это ты? Это наш, видимо, тот парень бывший с первого курса. Ого, как дела? Привет, я Мэй. Как твои дела? Ну, я только что спросил то же самое. В смысле, всё хорошо. Просто заехала на выходные в гости. Правда, это потрясающе? Наверное. Думаю, впервые за долгое время кто-то зовёт мою жизнь потрясающей. Это правда, что ж, увидимся позже. Ладно. Нет, это не тот... Это не парень. В чём? Чёрт возьми, твоя проблема. Чего? Не понял. Успокойся, Мэй. Иди выпей и успокойся. Ага. Успокойся, Мэй. Иди выпей и успокойся. Ну, давайте ещё выпьем. Третью бутылку? Третью бутылку пива! О боже, сейчас нас будет вообще таращить. Снимать стрим утром, скорее всего, не буду. Так, да пошло оно! Ещё два пива! Я пью пива! Ещё, ещё чувствую вкус тако! Окей? Чего? Ничего! Кричит! Не уверена, стоит ли мне снова пить. Так, сейчас мы снова нахамим этой девочке, наверное. Эй, Би! Да? О боже! Ты напилась! Уже? Так именно за этим мы сюда и пришли, верно? Не совсем! Я за рулём! И да, если бы не была! Ну, у меня прав нету! Так что ура мне! Эйби! Чего? Это кто? Помнишь, Мэй Боровский? О боже! Мэй, ты пьяна! Лучше тебе отдохнуть о костра! Я лучше пробегусь по лесу большом! Иди спать немедленно! Меня уже все боятся! Не бойтесь меня! Потому что я пьяна! Я напилась! Хуууу! Я алкашка! Так, а что друзья скажут? Эй, Грег! Вау, чувак! Так, Данил! Главное, прости, что так мало, просто нету денег на телефоне! Я решил... Прости, что так мало, просто нету денег на телефоне! Я решил тебе задонатить так, как тебе никто не донатил сегодня! Почему ты не снимаешь паладины? А что, надо снимать паладины? Ну, можно с ним хотя бы один какой-то матч! Но, просто я раз снял, а никто не смотрел этот ролик, который я загрузил! Поэтому я как-то и больше не снимал! Вау, чувак! Ты в порядке, Мэй? Как думаешь, те, кто там... Что они делали? Что они написали? Как думаешь, те, кто там занимается любовью на камне, делают это там, потому что там лежит архив с какими-то фильмами непонятными? О, чёрт, точняк, так и есть! Что лежит? Ну, это такой архив, в который наши предки собирали свои видео эротические. Когда это было? Ещё во времена войны за независимость. Кажется, где-то здесь было старое кладбище с тех времён. Эти леса полны древних призраков и архивов. И много там... Короче, в этих лесах постоянно тут занимаются всяким развратом, в этих лесах. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Эй, Ангу... Ангуся, мой папаша знает твоего папашу. Они работали вместе ещё в 80-х. Ладно. Он зависал в баре с твоим папочкой. Чувак! Никогда больше не говори, папочка. Пссс! Чего? Мой папа перестал пить, потому что стал опасен для меня и моей мамы. Ха-ха-ха-ха-ха! Чувак! Так, Мэй, лучше тебе больше не пить. Никогда. Ладно, Мэй, я немного беспокоюсь за тебя. Мы завалили миссию с ястребами-наседками. Ничего, пупсик. Оу, я и забыла, что ты зовёшь его пупсиком. Так, они-то что, два парня? Они что ли там шуры-муры, что ли, крутят между собой? Они же два, реально два парня. Но я хорошо провожу здесь время, понятно? Грег, тебе не кажется, что Мэй лучше присесть? Да, подруга, тебе лучше присесть. Подруга, сядь у костра и ротфлапся, ладно? О, теперь мы идём у костра, сядем. Сейчас мы нашему бывшему парню, наверное, всё выскажем. Вот, мы слушаем, как играет нас бывший парень на гитарке. И что сейчас произойдёт? Ну, я сижу, сижу. О, к нам кто-то подошёл. Привет, Мэй. Так, что он хочет от меня? Эй, Коулио. Ого, не слышал этого уже вечность. Прошло всего три года. Не так уж и давно это было. Что ж, рад был видеть тебя. Я здесь всего на пару дней. И заткнись уже. Чего? Мы даже никогда не целовались. Данил, спасибо тебе большое. Спасибо, конечно же. Тут, короче, пошла, да, 18+. Тут пошла 18+, жара. Никогда не целовались. Они, короче, говорят уже про поцелуи. А ну, ждите, интересно, что там. Да, мы даже никогда не целовались. Разве? Нет. Мне жаль. Да, мне пофигу. Девчонка из видеомагазина такая, типа... Юху, симпатичные парни. А ты симпатичный, Коул. Ох, спасибо, Мэй. Я... А я ненавижу симпатичных людей. Симпатичные, омерзительные. Ладно, я, пожалуй, пойду. Мы, короче, его жестко отшили. А я ненавиновата, что несу всякую чушь. Так, ребята, подошли мои друзья. Мои глаза леденят душу. И... И что, что? И последний лош, ты видишь мои глазища за твоим оком. А потом я пырну тебя ножом. Что? Пырну, пырну, пырну. Мы начали нести какую-то околесицу, какую-то чушь. Бум, мертв. Когда придет полиция, вы все такие... Кошмарные глаза. Опа, новая кличка. Не смей шутить с Мэй, детка. Пошли все в одно место. Так, все. Мэй, ты уже... Ты уже угрожаешь людям. Я еще подкачаюсь и всем надеру задницы, говорит Мэй. Я сожру всех. Всех, кого вижу. Мэй, мне кажется, тебе лучше... В одно место колледж. Ее же выгнали из школы. Она теперь уже и колледж посылает. Да, всех этих мажоров и секси-штучек. Всех. Пишут секс и занимаются конспектами друг с другом. Конспектами занимаются друг с другом. Ну, почти так. И это тупая статуя, указывающая на меня каждый день. Должна быть статуей основателя. Но эти формы я... Я кромешный отстой. Ничего никогда не наладится. Здесь у нас никогда не было шансов. Но я не смогла переехать. Трое тучи. И вот я снова дома. И могу заниматься чем-то, помимо того, как спать. И плакать в одиночестве. Ауч. Потому что здесь у вас есть какой-то смысл. Боже. Мне до смерти хреново. Есть ли в этом смысл? Коудио. Мэй, мне жаль. Я не хотел расстраивать тебя. Я считаю, ты очень классная. Я вернулась. Воу. Буда. Ее стошнило. Она начала блевать. Смотрите. Фу-фу-фу. Нарыгала на костер. Тако. Короче, она здорово нажралась на этой вечеринке. И это будет все вспоминать долгое время. Если тебя вырвет в этой машине, то клянусь, я... Что сделает? Я не буду блевать. Не переживай. Извини. Я даже не знаю, что произошло. Ты нажралась буквально после скольки. Трех стаканчиков разбавленного пива? Ну, я худенькая. Мы были лучшими друзьями. Бьяш, не блюю я тебя. Что? Я ни слова не поняла. Помнишь, как ты назвала меня Мэйди? Я звала тебя Биби. А это когда нам было еще по 10 лет? Нет, не помню. Помнишь, как мы гляли вместе? И поимали ту черепаху. Какую-то черепаху они словили. Ага, черепаха Бокси. Он умер. Черепаха погибла? Почему ты такая злая? Сглатывает. Блин, если я блевану здесь, твои предки так разозлятся на меня. Скажи своей маме, что мне жаль. Она такая милая. Че побери? Мэй. Че? Моя мать мертва. Что? Она умерла. От рака. В год выпуска. О нет, она была такой милой. Биби, ты в порядке? Как ты могла не знать этого? Ты что, забыла о моей мертвой маме? Ну, видимо, забыла. Мне не нравится запоминать чего-либо порой. Ничего личного. Что с тобой произошло? Ты ведь была умной. Ты была клевой. Ты стоила того, чтобы с тобой говорить. Всхрипывает. Зачем ты вообще вернулась? Что в колледже не заладилось у тебя? Тебе было там неуютно? Ты была не в настроении учиться? Всхрипывает. Я бы убила за это место. И даже сейчас. Я бы выпнула тебя на ходу из машины прямо сейчас. Если бы после этого меня приняли в колледж. Ха-ха-ха-ха-ха. Я плачу или я смеюсь? Не могу понять. Мы на месте. Выметайся из моей машины. Мэй. А-а-а. Кричи. Смотрите, какие буквы там трясутся. Так. О боже. Давай помогу. Почему так расплакалась жестко? Но она была готова нас убить ради того, чтобы ее взяли в колледж. Она меня выгнали из колледжа. О боже. И какая я глупая. Так. Лучше поиграй с соседа. Я первый раз в жизни задонатил. Данил. Спасибо тебе большое. Мне пишут, что я достал играть в артическую чушь. Почему артическую чушь? Это прикольная довольно игра. Сюжет-таки есть какой-то. Вот так. Все. Мэллили спать. Мне жаль, Би. Я запутал. Знаешь что? Без разницы. Это не твоя вина. Ты просто ребенок. Я старше тебя на два месяца. Ага. Ну, я осталась здесь. Я осталась здесь. И стала старше, пока ты ушла. И осталась тоже. Хррр. Вздыхает. Доброй ночи. Мэйди. Она звала меня снова таким именем, как мы сказали. Оу, еее. Фух. Да, он теперь летел. Чай пью. Спасибо за донат. Но насчет этих всяких модерок и их сигн, наверное, нет. Потому что я таким в последнее время не занимаюсь давно. Сейчас посмотрим, что нам тут снится. Снится нам тут что-то непонятное. А, это мы сейчас уже как будто во сне бегаем, да? У меня дубинка в руках. Мы идем по лесу и машем дубинкой. Смотрите. Прикольно. А дубинка как будто у нас фосфорная. Классно. Классно. Смотрите, как классно. Жух. Жух. Ну, мне не нравится, что когда мы нажимаем удар, получается, мы немного приостанавливаемся. Ну, ладно. Побежали. Нужно когда-то бежать вверх, скорее всего. Так, 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 так. Так, это нам сейчас, я так понимаю, снится это все дело. Опа, фонарь. Разобьем фонарь. Да, я разбил фонарь. Я шкодник. Так, машинки. Dark Killers Bark. О, еще один фонарь. А как мне до него допрыгнуть? Машина. О, на машину. О. Я не хочу разбить фонарик. Алло. Как надо до него допрыгнуть? О. Бу. Бу. Классно. Мне нравится фонари разбивать. Так, урна. 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 Есть. Есть контакт. А могу ли я запрыгнуть сюда и разбивать эти буквы? Они тоже светятся. Бу. Да. Я могу тут все разрушить. Всего-то побить. Все буквы разбить. Смотрите. Ды. 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 А. Я разрушитель. Мой разрушитель все бомбит. Буква К светится. РК. И что? Мы тут все разобьем? И что это мне даст? Что я тут все разобью? Бу. 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 Ха-ха-ха. Как здорово эти буквы все разбивать. Нет? Найц. Хе-хе-хе. Ну ладно. Так. Бежим дальше. Фонарик еще один. Бу. Урна. Бежали наверх. Подъемчик. Подъемочек. О, еще один фонарик. Бу. А можем? Бум. Урну. Мусор разобьем. Раскидаем. В пустыне. О, я ворону ударил. В кустах сидела ворона. Бу. По-моему, в кустах сидела ворона. Я ее подбил. Ой, еще вороны полетели. Бурну разобью. Я разбушевалась. Мэй разбушевалась. А окна можно разбивать? А ну-ка окно разбить. Нет, окно не разбивается. А машину можно разбивать? Да, машину можно разбивать. Смотрите, стекло. А ну выбьем сейчас стекло машине. Я выбил реальное стекло машине. Бу-бу, 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 бу-бу. Машина вообще спустилась к колесам машины. И тут сейчас стекло тоже разобью. Хе-хе-хе-хе. Это ты, я школьник. Так, еще один фонарь. Еще один фонарик. Бу. Разбил. Куда мы пришли? Какая-то ворона. Огромная причем. А что, она сейчас свалится? С нее что-то сыпется. Ох. Что произошло? Она меня ударила? Добивай, добивай ворону. Давай, мы должны ее разбить. Бу-бу. Она постепенно разваливается, но она меня каждый раз меня как будто откидывает. Бу-бу. Смотрите, она падает, она падает. Ворона падает. А я сейчас ногу тут подобью. Сейчас я тебя подобью. Ох, чуть меня не прибило ворона. А что еще? Можно ее, можно еще добить? Бу-бу. Голова. Мы ей голову отбили, вороне. Все, это по-моему максимум. Это был как будто босс, видимо. Мы сейчас проснемся что ли? Не. Так. Никола, привет. Парт 2. Мы дошли до второй части этой игры. Но я думаю, что мы начнем уже играть во вторую часть уже в следующий раз. Потому что мы довольно и так много уже прошли. Спасибо всем за просмотр. Большое-пребольшое спасибо. Все, кто посмотрели, поставили, возможно, лайк этому ролику. И я думаю, что мы в любом случае продолжим в нее играть. Интересно все-таки по сюжету, что будет происходить дальше. С вами был Неломоп. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok